Приветствую вас, Аноним. Вы знаете, мне кажется, что вы больше про пожаловаться сейчас, а не про, ну, не про помощь, не про решение проблемы, ну, ваши проблемы. Мне кажется, что вы больше именно про, ну, именно про пожаловаться говорите, вот. Ну, в этом ничего плохого нет, в принципе, вот. Но вопрос о целесообразности, да, вопрос того, насколько вы готовы сейчас к тому, чтобы менять что-то в себе, и он остается открытым, на мой взгляд. Первое, на что хотел бы обратить я ваше внимание, это, наверное, на то, что вы выступаете в качестве жертвы в этой ситуации. Вот, в ситуации, ну, именно на работе, вы выступаете жертвы, потому что, ну, вот вы что-то делаете на работе, тратить, усиленно, как вы говорите, работать, вот. И работаете, точнее делаете все это вы, ну, вот, такое ощущение, такое впечатление, что ради чего-то, да, так вам тяжело. Вам очень тяжело, вам очень трудно, но вы продолжаете это делать, ожидая, вот, судя по тому, что вы пишете, вот. Ожидая, что вам, ну, соответственно, как-то, ну, воздадут, по заслугам, как бы, вот. Собственно говоря, именно в этом, наверное, и проявляется то, что вы, ну, как бы, жертвы, потому что то, что вы делаете, ну, я бы сказал, не совсем идёт от вас то, что вы делаете, больше, больше идёт именно от, ну, какого-то желания, какого-то ожидания, может быть, ожидания оценки, ожидания там, какой-то, ну, одобрения и так далее. Вот. То есть, как бы, про это здесь идёт речь. И при таком подходе, при таком раскладе, при условии, что вы не являетесь, как бы, вот, ну, в своей естественной форме, конечно, будут трудности, конечно, будут проблемы, конечно, будут накладки. Это, в принципе, вполне нормальная история. Вот. Когда самый, вот, ну, самый усердный сотрудник, самый усердный человек, да, отдувается за всех. Ну, вы вовремя не отстаиваете свои границы. Вы вовремя не отстаиваете свои интересы. Вы, образно говоря, за ними не следите. Вы их не защищаете. Вы делаете это уже постфакт. И, как бы, из-за этого возникает такое вот неприятное состояние. Такое вот неприятное чувство из-за этого возникает. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому я бы сказал, что в какой-то степени, да, вы сами, сами создаёте вот ту реальность, сами создаёте те ситуации. Вот. Эммм. 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 Ну, вот. Которые у вас происходят. Хоть вам, скорее всего, это не понравится. То, что я говорил. Вот. Эммм. Чувствуется, конечно, что вы на эмоциях. Чувствуется, конечно, что вы злитесь. Чувствуется, конечно, что вы вне себя от этой ситуации. И вас можно понять. Вот. Ну, я боюсь, что это, а, как бы, вследствие того, как вы доставили себя с этими людьми. И вследствие того, что вы постоянно такое ощущение, что берёте у себя, как бы, в долг у себя, у своего организма, у своих ресурсов. Понимаете? Значит, а, к примеру, когда, ну, когда и если у вас начинаются, как вы говорите, сверхчасы, сверхчасы, да, вот, то это, ну, как-то обговариваются. Обговариваются условия, обговариваются, соответственно, требования и так далее, да. Вот. Ну, ничего этого не происходит. Всё происходит, как будто это само собой разумеется. Ну, при таких, при таком подходе, естественно, будет то, что будет. То есть, проблема с личными границами, вот, проблема, наверное, в какой-то степени с личной ответственностью у вас, вот, я бы сказал, что, наверное, есть… проблема в какой-то степени с самооценкой, вот, потому что, ну, как бы, то есть, у вас это задевает лично, да, и то, что вы, вот, находитесь в такой достаточно, уже непрофессиональном, в непрофессиональном состоянии, ну, это свидетельствует о том, что вас можно задеть, и задеть вас именно так можно. Вот. Это, конечно, достаточно небрежное отношение к своим ресурсам, это небрежное отношение к своим силам, которые вы, ну, не экономите, да, которые вы расходуете крайне небрежно. Вот. Объясняется тем, что, ну, вот, что приходится, ну, именно, что, ну, именно, именно, что приходится, такая вот вынужденность, всегда связана именно с жертвами, вот, то есть, тут, конечно, есть некие глубинные проблемы, вот, ну, например, такая вот установка, что работать всегда должно быть тяжело, например, 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 вот, ну, может быть, что-то еще. Вот. Дальше. Дальше. Вот вы пишите работу в офисе на материально ответственной должности, где возможны разные ошибки по невнимательности браки, текущие за ними либо прощение ошибки, либо вычеты из зарплаты. Ну, вот, что такое прощение ошибки, да, лично для меня не очень ясно, то есть, от кого зависит, условно говоря, прощение ошибки, вот, от кого оно зависит, то есть, от того, насколько в хорошем, не знаю, расположении духа сегодня находится начальник или что, или как, то есть, это вот очень странный, на самом деле, странный подход, вот, на мой взгляд, потому что, зависит от, ну, от воли, получается, от личного желания человека, да, вот, все-таки в профессиональной сфере прощение, наверное, не тот термин, а который может использоваться при описании, например, работы, там, людей, да, допустим. Вот, поэтому, тут вот наше прощение, момент крайне непонятный. Среди прошлого месяца, на первых числах января, случилось так, что на коллега заболел, заболел, другая – на отпуск. На приулок дамы, то мне нужно было разрываться на два фронта. Ну, вот, понимаете, нужно, да, вот, кому нужно? То есть, нужно вам или нужно вашим начальникам? Входит ли это в ваши обязанности? Если да – хорошо. Если входит – да, отлично. Если это входит в ваши обязанности – прекрасно. Но, в таком случае, и зарплата, соответственно, если не входит, вам это не нужно. Это задача начальника. Правда? Вот. То есть, тут непонятно, вы на себя сразу здесь берете ответственность. И поймите, пожалуйста, одну вещь, что очень важно здесь не пытаться рационализировать. Это два варианта. Либо изначально были такие условия, перспективы на это согласились и сейчас не ощущаете, что вот цена то есть зарплата, которую вы получаете соответствующая. Либо вы просто не простроили свои личные границы. То есть, не простроили, не защитили в адекватной форме свои интересы в этой ситуации. Вот и все. Вариантов здесь несколько. И они вот такие. Вся остальная история про то, что я должен, я вынужден – это все рационализация, это все не серьезно. Варианты только два. Дальше. Так. Значит, ну вы пишите, что разрываться, выполняя все обязанности того человека, работать в том отделе, где по причине ответа коллега работал в двойной мере. Опять же, все это заранее проговаривается, все это заранее сверяется, все это заранее прорабатывается. То есть, ну вы же не хотите сказать, я надеюсь, что все произошло спонтанно, что коллега ушла в отпуск спонтанно. Нет. Вот. Не углубляясь в детали, сказать, что работа была просто мой. И вам это можно работать, должны оплатить. Домой приходил никакой, хотел вас просто лишний сдавать больше, что вы сами на себя заваливаете такого количества работ. Вот. Значит, помимо этого сессии в институте подготовки экзаменов, написания рефератов, презентации и т.д. Это, опять же, вы на себя берете это. Все. На себя это все берете вы. Работа в таком темпе, как начало января, появилось чувство истощения. Это нормально? Конечно же, я начал браковать работу. Конечно же. Конечно же. Это одна из, так сказать, тех вещей, которые вы хотите получить. Это одна из тех вот плюсов, которые вы получаете. В процессе взваливания на себя как можно большего количества работ. Как можно больше, как можно больше количества обязанностей. Вот. Потому что, в конце концов, вы просто перестанете не сможете справляться, вы не сможете справляться и наконец-то разрешите себе какие-то там поблажки, какие-то послабления сами себе. Вот. Ну, а у людей вокруг глаз, естественно, другого мнения. Что вам опять же нужно. Так. Знаешь, начальность такой человек, который любит кровь попить. Ну, ни один человек не сможет попить кровь, если ему позволят. Ну, то есть, если человеку позволяет, да, он пьет кровь, безусловно. Если человеку позволяют. Но, если человеку не позволяют, никакой крови пить он не будет. Поэтому, позволяешь кровь пить, он пьет. Ну, здесь вы, как бы, и личные отношения, и общий ее негативный образ берете. Я повторю. Не умение общаться с человеком, и позволение человеку делать то, что она делает, в общем-то, не определяет самого человека. Так. Это очень важный момент. Вот. Так. Случилось пару браков сегодня. Был один выговор. Потом вроде успокоился. Проское время снова возвелся. Потом успокоился, снова издачил меня в кабинет. Прочитал лекцию. Я дипломатично объяснился. В последнее время работал один. Работал было очень много. Разорвался на два отдела. Ну, опять же, понимаете, вот вовремя не отстояли свои интересы, а теперь уже поздно. Тут не дипломатично объяснять, тут апеллировать к вашему трудовому договору, к праву своему, к законам. Вот. Апеллировать, ну, а не вот дипломатично объяснять, потому что на вас плевать. Людям на вас плевать. Так. Мне сказали, я тоже устаюсь и устаю. Сказал простые часы, которые были появлены. Ну, что-то самое. Это вот классическая здесь история жертвы. Значит, пытаются, пытаются обрадаться и в итоге, в общем-то, как вы себя чувствовали, не чувствовали, чувствовали, таким вот, ну, тем, кто обрадуется. Так вот, куда мы отнеслись, соответственно. Вот. Ну, а дальше вы просто пытаетесь тоже вызвать какую-то жалость, сопротивление, поставить на свою сторону. Вот. И, в принципе, начинаете как бы сами себя жалеть по сути дел. Вот. Вот. Как мы с такими людьми, я надеюсь, вам сказал он о нем. Вот. И вы поймите, что это ваша более глобальная проблема. Проблема с женщиной 60 лет, которая запускает некий импринт в вашем подсознании. Это, как я и сказал, проблема личных границ, самооценки. Вот. И жертв, жертвенность. Когда вы пишете, вот, в двух работах из сотни сделал небольшую ошибку и все. Я самый плохой человек в мире. Главное, переходит на личность и оскорбления прямые или косвенные. То есть, как бы, да, она переходит, но вас это задевает. Вас это задевает. Вот. Как бы и все. Вот вы пишете, после того, как я, после того, что я так усердно работал, мне звонили домой на выходных, я помогал, обучил еще одного человека из другого отдела, который мне немного помогал. Который мне немного помогал. Который работает на соц.аккуратность и на тебе благодарность. О какой благодарности? Вы говорите. Вот нет, в чем проблема, вы же делаете благодарность. Она вам для чего-то нужна. Но нет ее. Не может ее быть там, где есть материальная ответственность и материальное вознаграждение за труд. Она не... Мне кажется, вы путаете профессиональные и личные отношения. В личных отношениях может быть благодарность, в профессиональных нет. Все. Вот как бы проблема. Для чего вам благодарность этих людей? Стали бы вы делать все, что вы делаете без благодарности? Вот об этом я рекомендую вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров. О, дальнейшая ну и фех youthите. Кто или shoulder нknит чтоở? Мы еды, штарах. Продолжение следует...